В работе антинаркотической комиссии принимают участие сотрудники социальных служб, правоохранительных органов, медики, работники сферы образования. Одним из вопросов повестки дня стал прошедший в сентябре антинаркотический месячник Щелкова за здоровый образ жизни. По сообщению заместителя главы администрации Евгения Петеримова, он объединил более 500 мероприятий. Впечатляет количество участников – 27 тысяч человек. Однако не менее важна каждодневная работа, направленная на то, чтобы уберечь подрастающее поколение от вредных привычек. И ее активно проводят учреждения образования, культуры, спорта, молодежной политики, вовлекая ребят, в том числе и с так называемой группой риска, в полезную деятельность. Прививая им интерес к культуре и искусству, мотивируя записываться в кружки и секции. Хороший пример – возрождающаяся старинная контактная игра с мячом «Кила». В Щелкове сформировали команду из трудных подростков. Там ребят, где-то около 10 человек, которые оступившиеся и все прочее, вы сформировали из них команду. Которая совместно, то есть тренер как наставник с ними работает, и они, ну скажем так, и призовые места даже занимают. Стали доступными занятия физкультурой и массовым спортом. Подтверждение тому – загрузка спортивных сооружений на 106%. С каждым годом увеличивается численность самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом, в том числе и несовершеннолетних на спортсооружениях. Под ведомственных учреждениях спорта работает более 150 бесплатных спортивных секций, в которых ведется работа с детьми различного возраста и социального статуса, а также с подростками, состоящими на различных видах учета. Должен сообщить, что и в платных секциях у нас имеются определенные льготы для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и для многодетных семей. На заседании антинаркотической комиссии также обсудили работу учреждений социального обслуживания по оказанию психологической помощи семьям в трудной жизненной ситуации. На постоянном патронаже находятся 265 семей, а всего в этом году участковая социальная служба обслужила 825 семей, оказано более 300 тысяч услуг. По итогам заседания принят ряд решений по вовлечению молодежи в культурную и общественную жизнь округа, поставлены задачи, одна из которых – развитие программы «Безопасный регион» в многоквартирных домах. Устанавливать камеры видеонаблюдения на подъездные группы, для того, чтобы исключить в особенно осенне-зимний период и весенний нахождение подростков в подъездах и товарищей, которые употребляют и наркотические, и алкогольные напитки. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.